Удача и дружба с нами всегда. И первое место в мире, несомненно, наша судьба. Приветствую, друзья. Честно скажу, неожиданно то, что выступаешь по результатам чемпионата. Потому что, думаю, ну 10 норма. В первый же день чемпионата кто-то сделал 13 тест-драйвов. Ну, честно говоря, без ожиданий. Вот. Ну здорово, что так случилось. Значит, нужно что-то важное вам сказать, донести, зажечь, может быть. Поделиться своими мыслями. Для меня это большая честь. Я вижу ваши прекрасные лица, уже совсем родные. Вот вижу Розеят, Валису величайшая, восхищалась. Видела ваши победы. И я думаю, мы все на самом деле вдохновляемся одним и тем же, друзья. Но первое, что нас вдохновляет? Ну, конечно же, сверхцель компании, правда? Сверхцель компании, своя сверхцель. Я каждый день об этом, мы с мужем говорим. Мы обсуждаем. И мы знаем, какая у нас методика, как она работает, как она действует на людей. Правда же? Потому что мы сами её прошли. Прошли все наши родственники ближайшие. Прошли друзья. Мы увидели, что это совершенно другой уровень взаимодействия с людьми. Правда? Ну, разве можешь об этом молчать-то? Нет, конечно, не можешь. Вы знаете, мы здесь четвёртый год в ассоциации. Ещё не все родственники прошли. Ещё не до всех дотянулись. Вообще ещё даже не все друзья. Не все коллеги. Не все однокурсники и одноклассники. Ребят, ну, это непаханное поле работы. Если я уже даже молчу про социальные сети, про тех, кто лайкает и пишет, суток не хватает. 24 часа. Поэтому если поставить себе задачу, 10 — это норма. Три группы в день для меня — это норма. И обязательно кто-то из всего названного списка будет у вас. Вот здесь, знаете, не нужно думать, что ты Господь. Как говорится, всё зависит от тебя. Конечно, есть тонкий план, есть высшие силы. Здесь ты просто делай. Делай то, что можешь. А что ты можешь делать? Ты можешь делиться своим теплом. Ты точно знаешь, здесь люди классные. Вот такие, все крутые, самые светлые, самые чистые, самые заряженные. Друзья мои, как я уже говорила, высшего порядка люди, духовные. Это духовные учителя, педагоги. Просто кто-то сразу открыл это в себе в первые 10 дней, кто-то чуть позже. Но каждый здесь работает над собой, согласитесь. Чтобы лучше говорить, рассказывать, чтобы больше понимать, расширять масштаб личности, расширять диапазон личности, где-то сердце открывать, где-то с эго со своим поработать, а где-то вот прям научиться коммуницировать. Ведь правда же, многое в нашей жизни было, согласитесь, и здесь нет вообще святых, иначе бы мы не были на этой планете. Ну да, вот здесь вот надо вот через упражнения, самое-то главное, не надо никакие искать инструменты. Они уже все вот так вот, знаете, собраны за 40 лет нашими основателями, они упакованы вот как в сухом остатке, как порошочек юпи в эти 8 упражнений. Ну и живи, разбавляй потихонечку красками жизни, то ярче, то бледнее у тебя, то слаще, да? Вот. И однозначно вот с помощью 8 упражнений можно себя проработать, можно все свои грани личности проработать, ну просто делать. И я, знаете, иногда слушаю своих тренеров через год-два, он говорит, вот так работает пятая жемчужина, оказывается. Просто мы тоже, знаете, знаем, да, иногда и не делаем. А вот если убрать вот это эго, если правду попробовать, ну-ка, пожелу-ка я в стиле этих упражнений. Я знаю, что это не сразу даётся, потому что мы вот с мужем, когда прошли, сначала я прошла, потом через какое-то время, через несколько месяцев мой супруг прошёл у нашего наставника Егора Белозёрова. Ну, как я думала, мужчина, значит, вот надо его к мужчине. Ну или он так решил, я уже не помню. Резиночка же есть, все это, стираем всякие сомнения, всё, что нам мешает двигаться вперёд. И мы начали жить в стиле упражнений. Вот не сразу получается, это прям работа над собой, но это как в спортзале. Ну вот кто делает, все восемь ежедневно знает, да, каково это постоянно находиться в осознанности, каково это постоянно работать над собой, над отношениями с людьми. Тем более нас окружает огромное количество людей, правда же? Постоянно ведёшь тренировки, кого-то мотивируешь, кого-то приласкаешь, где-то что-то. И чтобы ещё и, знаете, не возомнить, чтобы ни эго, ни гордыня, чтобы ни убогость, да, чтобы всё было как-то равномерно, всё, чтобы было в гармонии, в балансе, что ли. Мы же все живые, мы все с вами одинаковые. Вот что, иногда, знаешь, думаешь, да почему же так-то? А потом думаешь, ну так чё же, одинаковые мы все. Давай идём дальше и всё. Каждого оставляем со своими мыслями все взрослые. Так вот, друзья, забывая, что не школа, я сейчас быстренько скажу, как вот удаётся всё-таки выполнить этот план. Десять тест-драйвов. Ну я, во всяком случае, так поставили мы с Олегом на каждом чемпионате, ну минимум десять, чтобы это было нормой. Ну, во-первых, это намерение, намерение. Точно эти люди есть. Людей три миллиарда. Мы выполнили с вами, не знаю, ещё вот такую часть пути. Меня это вдохновляет. Сразу смотрю, так, что там с упражнениями своими? Так, всё хорошо. Дальше. Когда у меня старт группы? Вот сегодня у нас, кстати, две группы стартуют. Позавчера было три выпускных. Опять же, ещё вот эти истории, да, когда участники делятся, что их просто бомбануло. Они вообще заходят без ожиданий. Ещё и в недоверии. Но когда ты слышишь обратную связь, когда женщины минус 20 лет скидывают, и вот как девочка, и скачет, и пляшет. Ой, какое солнце жёлтое, какая трава зелёная, какие вы тут все классные. Пошла на вечеринку, она говорит, слушайте, сидим, говорит, своей организацией. Так охота каждого обнять. Ну скажут, какая-то ненормальная или напилать. Хотя она не выпивает. Вот настолько открывается сердце. И ты вот вдохновлённый этими историями садишься и думаешь, так, значит, кого я ещё не охватила? Людей-то миллион. Но тебе нужно написать список. Несколько человек, которым и именно сейчас ты отдашь свою любовь и энергию. Вы знаете, если совсем не идут люди, если ещё нет денег, да, ну, не зарабатываешь, что-то ещё не получается, сразу же думай. Ты живёшь в отдавании или взять? Что нужно сделать, чтобы быть в отдавании? Провести встречу? Значит, подарить энергию, хорошее настроение, да? Подарить книгу нашу, подарить, рассказать, что в нашем личном кабинете. Ты можешь сказать, что да, сегодня стоит тест-драйв 500 рублей, но я дарю тебе 9 500, потому что абонемент-то у нас, ну вот до нашей благотворительной акции для всего мира стоил 10, ну, у кого-то плюс-минус, ну, 10 тысяч. Всегда нужно жить в состоянии, да, как бы я помогла этому человеку? Кому я ещё могу помочь? Вот это все, кстати, спикеры, да, кто выступает, все об этом говорят, потому что мы так живём, и Вселенная на самом деле, она заботится о тебе, и у тебя всё получается. Если что-то не получается, вот правда, без обид, просто подумайте, посмотрите, я живу, может быть, только на взять, взять от близких, взять там, взять тут, взять это, хапнуть, с этого заработать. И знаете, вот ещё, кстати, тест, когда мы делаем упражнение «Будьте здоровы», есть люди, которые не могут всем людям желать. Это же духовное упражнение, 95% духовности сакральное, да, и ты, по сути, никто тебя не видит, не слышит, что ты кому желаешь. И вот здесь ты прямо как молитву проговариваешь все имена людей, которые тебе отказали, людей, которые, ну, может быть, в твоей жизни какую-то, знаете, роль учителя сыграли. Отпусти, отпусти, очищайся, очищайся, и, значит, у тебя всё получится. Просто подчищай свой вот этот вот скафандр, да, поскольку ты с миссией прилетел на вот эту землю, так сказать, работая над собой. Так вот, друзья, смотрите, у нас кто как работает в команде, как и вы, наверное, кто-то работает по тёплому кругу с родственниками, близкими, друзьями, там, с однокурсниками, кто-то работает по холодному, да, рынку. То есть у нас есть метод Егора Белозёрова и метод диагностики. В общем, кто как работает, все средства хороши. Кто-то чат-боты устанавливает. Ребят, ну, мы предприниматели. Взял статус себе, взял эту лицензию на образовательную деятельность, предпринимай что-то, ищи в себе, ищи вокруг, создавай команду. Один у тебя преподаёт, другой вот этими талантами обладает, третий вот этими. Создавайте мозговой штурм и работайте. Так вот у меня, знаете, буквально вот на днях подумала я, так, интересно, круг силы — это вот такая великая сила. Мы общаемся в круге силы на уровне души и сердца. Очень интересные смыслы обретаем за время десятидневного интенсива. Кому же я это могла дать? Думаю, дай-ка я зайду в одноклассники. А я всё время думала о своей учительнице. Я пару раз ей предлагала, это мой классный руководитель, физико-математический класс я заканчивала, Татьяна Ивановна. Ей 70 лет. И я пыталась её как-то пригласить, но что-то сама ещё, может, была сыровата, может быть, думала, ну, в разные периоды же ты думаешь, вот, наверное, это для этих людей, это, наверное, для этих, да это вообще для всех людей на планете. Я думаю, а чтобы не собрать одноклассников? Представляете, одноклассники. Я захожу в эту соцсеть, в которой я не была, не знаю, больше двух лет. Там так многое, кстати, поменялось, я там даже пару фотографий выложила. И смотрю переписку. Ребята одноклассников-то вот по всему миру. Собрать 10 одноклассников, собрать учительницу, запустить круг силы, обучить этим упражнениям. Среди них кто-то всё равно найдётся, мой единомышленник. А может быть, пригласит ещё кого-то из семьи, из окружения своего. Короче, ну мне кажется, здесь непаханное поле. Надо пробовать. Вообще никаких мыслей и ожиданий будет, не будет, надо, не надо, да просто брать, сделать. Потом однокурсники. Ну, в общем, вот таким образом надо просто отделить на категории, слона есть по кусочкам. И обязательно всё получится. Прямо намерение. То есть резюмируя свою речь, ищем категории людей, фокусируемся не на огромном этом количестве всех своих знакомых, а на конкретные группы, думаем, кого мы хотим видеть на этих группах, кого хотим помочь. Ещё мы говорим так. Если тебе плохо, суперджамп тебе поможет. Если тебе очень хорошо, значит, ты нужен суперджампу. Заходи, пробуй свои силы. И участвуй в этой международной, самой интересной, самой актуальной, самой модной, самой, не знаю, незаменимой индустрии в мире. Благодарю за переданное слово. Передаю микрофон величайшему нашему гуру-сансею, человек, на которого равняемся. И осанка, и улыбка, и лечь, и мудрость. Благодарю вас, Пётр. Возвращаю золотой микрофон. И всех благодарю за внимание. Аплодисменты.